В понедельник наши новости покажут большой репортаж с открытия экспозиции, посвященной битве за Москву. Накануне ее оценили алтайские поисковики, люди, которые не понаслышке знают о войне. По их мнению, выставка получилась очень реалистичной. Алтайские поисковики, когда работают на полях сражений времен Великой Отечественной, картину боя создают лишь в воображении. Они бывали в Карелии, Новгороде, Смоленске, но эта панорама, признаются, превосходит все их фантазии. Артем Буймов – новичок. Найти самому гильзы и каски ему только предстоит. Говорит, жаль, что не под Москвой. Тот бой для него особо значим. Прадедушки воевали на разных фронтах. Один воевал под Москвой, другой под Ленинградом. Добирались до Берлина. И поэтому меня это все начало завлекать. Мне это очень интересно. Накануне официального открытия панорамы на экспозиции побывали поисковики отряда «Высота» и их руководитель Дмитрий Вейн – историк, чья специализация – Великая Отечественная. После тщательного осмотра макетов специалист остался доволен. С исторической точки зрения – точно, с художественной, крайне реалистично. Поэтому я считаю, что вот такая находка, когда нынешних детей и юношей, которые через компьютерные игры вообще-то познают о войне, прежде всего, они читают. Читают очень мало. Очень удачно. Поэтому, конечно, когда они отсюда выйдут, это уже для них будет, я думаю, самым лучшим будет, если это их сподвигнет, что-то почитать и узнать еще больше о войне. На панораме побывала и руководитель поискового движения России Елена Цунаева, за плечами которой десятки сезонов раскопок. По ее словам, необычная форма воплощения обеспечит выставке популярность. Сама картинка, она и сам образ, как лежат бутылки разбитые, собственно говоря, ящики из-под снарядов, винтовки, осколки. Это всю картину, которую видят поисковики, когда выезжают на поля сражений. Фотографии это не передаст. Фронтовые фотографии, они всю картинку не показывают, потому что, ну, особенность фото, материала такого. И то, что вот это стало возможным здесь, в Алтайском крае, это очень здорово. Трехмерная панорама битвы за Москву, сочетающая в себе археологию, живопись, скульптуру, открылась сегодня в торговом центре «Праздничный». Она будет работать два месяца, так что шанс увидеть своими глазами. Одно из решающих битв Великой Отечественной есть у каждого барнаульца. Вход свободный. Евгения Даровская, Анастасия Драган, Александр Морозов. Наши новости.